В Узбекистане Хоким района избил директоров школ за то, что они не обеспечили явку людей на празднование Дня независимости страны. Видео с избиением поступило в редакцию узбекской службы радиосвободу ОЗОДЛИК. Вот эти кадры. Вы видите, как Хоким с Айхунабадского района Сардаринской области Узбекистана Носерджон Эгамбердиев оскорбляет директоров местных школ и бьет некоторых из них по лицу. Судя по его словам, Хоким ругает директоров за то, что они не ценят независимость своей страны. Эй ты, разве независимость страны не твоя независимость? Этот праздник для тебя не праздник? Празднование Дня независимости в Айхунабадском районе было назначено на 25 августа, но затем его перенесли на 27 августа. Некоторые директора школ не смогли повторно обеспечить полную явку всех своих сотрудников. Другие просто не знали о переносе праздничного мероприятия. В результате 27 августа на церемонии празднования Дня независимости людей было меньше, чем ожидалось. За что Хоким района Эгамбердиев получил выговор от главы области, а потом выместил свою злость на директорах школ. Нашим коллегам из узбекской службы радиосвобода Озудлик удалось связаться с одним из избитых директоров школ. Он попросил не называть его имени, однако уточнил. Он тот самый человек, которого глава района Носерджон Эгамбердиев ударил по лицу. Предлагаю вам перевод телефона беседы. Вы не сообщили учителям или просто не звали их на праздник? Дело было так. За полчаса до начала мы получили смс, в котором сообщалось, что директорам надо собрать учителей на районный стадион на празднование Дня независимости. Это было за полчаса до начала. Начиналось все в 16.00. Смска пришла примерно в 15.20. Мы сообщили всем сотрудникам, но они не пошли, поскольку готовились к новому учебному году. Надо было сообщить заранее, хотя бы за день. Все равно большинство из них не успело бы. У администрации был список, в нем неявок было очень много. И вот на следующий день он всех с нас собрал и начал избивать нас. На видео заметно, что глава района избивает всех подряд. Насколько это было неожиданно? Ну, такое случается. Причем не только с нами, но и с фермерами, и с докторами, и работниками других сфер. Но претензий же никто не предъявляет. Значит, это происходит постоянно? Конечно, постоянно. Именно этот глава района поднимает на вас руки? Да, регулярно. Кто бы ни был, директор или глава какой-то организации, все заканчивается таким образом. Не знаем, почему он так делает. Может, хочет доказать, что сильнее. Вы лично были среди тех, кого избили? Я как раз тот, кого он два раза ударил по щеке. Но директора, который стоял рядом со мной, глава района не тронул. Он его боится. Потому что директор может написать на него жалобу или дать сдачи. Мы же не виноваты, что мы моложе. Я, конечно, могу ответить. Могу свалить его с ног за два удара. Но зачем нам глава района, который потеряет всякое уважение к себе? А вы не хотите подать жалобу на главу района? По закону Узбекистана никто не имеет права распускать руки. Да, не имеет права. Но это круговая порука. Например, я подаю жалобу, отправляю письмо в администрацию президента, прокуратуру. А глава района закроет все это дело и снова вернется ко мне. Мы попросили прокомментировать эту ситуацию корреспондента узбекской службы радио «Свобода» Узудлик Сирожиддина Толибова. Известны ли уже какие-то случаи нарушения прав учителей? Понесет ли какое-либо наказание, по вашему мнению, Хоким района и Гамбердиев? Случаи избиения учителя или же работников, скажем, государственных предприятий в Узбекистане происходит постоянно. Это систематически и, можно сказать, что это хроническая болезнь системы Узбекистана. Авторитарная вертикаль существует по сей день со времен сталинских репрессий. Бывали случаи, когда после избиения, скажем, местных фермеров или же учителя, учителя или фермеры просто кончали жизнь самоубийством. Но по случаю, скажем, главы Сайхунабадского района начали оказываться расследование. Об этом сообщила генеральная прокуратура Узбекистана. Они сказали, что местная областная администрация прокуратура начала расследование по факту избиения Хокима директоров. Но чем это закончится, мы не знаем, но можно предполагать, что обычно они закрывают дело простыми взысканами и особо сильного наказания они не получают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова